Для иногородних участников первый день конференции начался со знакомства с Аничковым дворцом. Юные ученые и исследователи, которые приехали в наш город из Тулы, Ростова-на-Дону, Армавира, Казани, Нижнего Новгорода, Омска, Волгодонска, Твери, Ульяновска и других городов, побывали на обзорной экскурсии по Аничкову дворцу, познакомились с его почти трехсотлетней историей. После экскурсии всех гостей конференции ожидало знакомство с выставкой технического творчества коллективов Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных и физико-математических лицеев номер 30 и номер 239, а также технических достижений наших партнеров – научно-производственного предприятия «Радар-ММС», информационного центра по атомной энергии в Санкт-Петербурге, инженерно-консалтинговой компании «Ирисофт». После посещения выставки участники отправились на торжественную церемонию открытия конференции «Будущее сильной России в высоких технологиях». Старт конференции был дан запуском ракеты, которым управляли учащиеся клубы космонавтики имени Германа Степановича Титова Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных и председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга, заслуженный учитель России Жанна Владимировна Воробьева. Церемония открытия продолжилась в концертном зале Аничского дворца, где всех участников конференции поздравили председатель комитета по образованию Жанна Владимировна Воробьева, председатели оргкомитета конференции, генеральный директор научно-производственного предприятия «Радар-ММС», кандидат технических наук Георгий Владимирович Анцев и генеральный директор Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных, кандидат педагогических наук Мария Ренгольдовна Катунова. С приветствием от всех представителей науки к юным ученым выступил директор физико-технического института имени ИОФЭ, Российской Академии Наук, член-корреспондент Российской Академии Наук, лауреат премии Совета Министров СССР, доктор физико-математических наук, профессор Андрей Георгиевич Забродский. Во второй день конференции началась работа секций. Ребята представили свои научные работы в области фундаментальных наук, программирования, аэрокосмических технологий, техники, краеведения, экологии, биологии, химии и медицины, информационных технологий и 3D-моделирования. А ученые, члены компетентного жюри «Прослушав», выбрали лучшие из них, но об этом чуть позже. После тяжелого дня научной работы, докладов и дебатов участников конференции ждал приятный сюрприз. Сегодня днем они посетили уникальную экскурсию в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Благодаря нашим партнерам у участников появилась возможность своими глазами увидеть новейшие научные и технические разработки на примере объектов «Росатома». Редактор субтитров А.Семкин